Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о том, насколько же прекрасна человеческая душа, составляющая ядро нашей Богом созданной личности. И мы вновь обратимся к совершенно юному еще Михаилу Юрьевичу Лермонтову, который в свое время написал величие стихотворения «Ангел». Многие считают его непревзойденным шедевром, иные видят в нем пророческое содержание. И когда я читаю, перечитываю это произведение, я всегда думаю о красоте человеческой души, которой обладателем является каждый из нас. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяцы звезды, и тучи толпой внимали той песни святой. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Это стихотворение было написано в 1831 году. Пусть оно не дает нам никаких оснований для ложной мысли о предсуществовании человеческой души сравнительно с телом, сосудом, в котором она помещена Богом. По учению Матери Церкви, по откровению Божьему, душа человеческая, хотя и почтена даром бессмертия, однако не предсуществует, как баснословят язычники. Но у нас речь идет сегодня о младенческой чистоте сердца. И всякой, выйдя через лона матери, посмотрев широко раскрытыми глазами на мир Божий, сам напоминал собой бутон розы благоуханный и свежий, и столь прекрасный, что окружающие нас родственники, грубые мужчины, невольно мягчили и просветлялись, и улыбались, взирая на перводневного младенца. Может быть, в связи с этим, Спаситель, наш Господь и Учитель, в Новом Завете неоднократно обращает внимание апостолов, взрослых людей на маленьких детей. И говорит, не запрещайте таковым приходить ко мне, ибо им принадлежит Царство Небесное. Если сами не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. А оно, Царство правды, любви, радости, мира, чистоты и мудрости, не войдет в вас. Вот почему одна из главных задач воспитания, а все мы имеем детей и ответственность за их становление, призваны прежде всего собственное сердце и душу сохранить от нечистых, грязных слов, от которых мрачнеет человеческий лоб, чело. Еще бдительнее должны быть в отношении мыслей, которые могут свивать в нашем сердце своего рода змеиное гнездо, террариум. И человек по внешности респектабельный, интеллигентный, достойный всяческого уважения, в глубинах своего сердца может иметь некую клоаку, огнедышащую лаву, нечистых страстей, злобы, гнева и похоти, которые заставляют личность тлеть еще при жизни, так что она издает вонь, не слышимую человеческим носом, но отвратительную для ангелов. И сегодня задача из задач нам, идущим по жизни 10, 20, 50, 70, 80 лет, с помощью Божьего, оздоравливаясь через таинство церкви, и инъецировать в наше сердце живительную энергию благодати Божией. Поверьте, ни одна мировая земная религия, ни одно философское учение, сколько их ни было под Луною, от древних античных, оккультных, темных учений до современных психологических практик никогда не дадут нам того, что сейчас даром изливает на нас Мать Церковь через таинство крещения, покаяния, приобщение святых христовых тайн. И действительно, когда Божья благодать коснется кого бы то ни было из нас, мы ощущаем себя той чистой, детски невинной душою, о которой говорит поэт. И долго на свете томилась она желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. О чем идет здесь речь? О том, что созданная по образу и подобию Божьему человеческая личность является как будто иностранкой в этом подлунном, туском и жестоком мире. Еще древний учитель церкви Тертулиан, размышляя о язычниках, ему хорошо знакомо, говорил душа по природе христианка, каждого из тех, кто нас сегодня слушает. А слушает и видит нас сегодня и в Азербайджане, и на острове Мозамбик, и в штате Небраска, и в стране восходящего солнца Японии. И мне бы очень хотелось, чтобы, размышляя сегодня о детской чистоте, невинности, деликатности, радости, мире, любви, сострадании, мы много ли мало ли от Христа, Искупителя, заимствовали живительную инъекцию Божьей благодати, которая, обновляя душу, дает человеку и в преклонном возрасте, 70-80 лет, остроту восприятия Божьего мира, радостное переживание каждой минуты и каждого мига, о котором кто-то сказал поэтически «Остановись мгновенье». Субтитры создавал DimaTorzok